Здравствуйте! Приветствую всех на канале Умно и Разумно. Муж каждую неделю уезжал в лес. Его жена решила проследить за ним, а потом долго не могла в себя прийти. Семья была примерная. Муж не курит, не пьёт, зарплату домой носит. Как говорится, мастер на все руки, а у Наташи характер не очень. Тяжеловато ей было с людьми, а Николай принял её такую, как есть. Спокойный был он всегда, хотя работал на нервной работе. Ни разу даже голоса на неё не поднял. И была у него одна странная особенность. Каждое воскресенье он куда-то уезжал на пару часов. Наташа уже думала, а не любовница ли там у него есть? Куда же он так периодически уезжает, оставляя её одну? И решила она проследить за ним с помощью своей сестры и её машины. Время было 15 часов. Николай стоит на остановке и ждёт автобус, который идёт за город. Автобус подъезжает, он садится и едет. Наташа с сестрой едут за автобусом вслед. И вот конечная остановка. И Николай идёт в сторону леса. Очень аккуратно они идут за ним. Он по тропе, а они через кусты тихо пробираются. Через пару километров Николай огляделся. И как давай кричать? Да так кричал, что даже спокойные дятлы перестали стучать своим клювом. Он кричал просто. И больше ничего. Испугалась сестра. И Наташа тоже ещё больше испугалась. Ведь скоро он приедет домой, и ей же с ним ещё и жить. Быстренько уехав оттуда и расставшись с сестрой, Наташа нехотя пошла домой. Приехал Николай с тремя цветками, тюльпанами. Поцеловал в щёчку жены и спрашивает. А ужин ещё не готов? Не начинай, отдыхай. Я сам хочу сготовить. Неделю себе места Наташа не находила. Даже о разводе уже думала. Вспоминая тот странный день. Наступило снова воскресенье, и он снова уехал. По приезду она спросила. Я боюсь тебя. Мне рассказали, как ты кричишь в лесу. Зачем ты это делаешь? Наташ, мне, конечно, очень неудобно, но у меня очень нервная работа. А энергию-то мне нужно куда-то девать. Вот я раз в недельку и езжу в лес, эмоции свои выплёскиваю. И знаешь, помогает. Поехали в следующий раз вместе. Покричим. И стали они теперь вместе ездить и кричать в лесу. Наташа тоже стала спокойной. И жили они потом счастливо и долго. На этом у меня всё. Кому понравилось видео, делитесь со своими знакомыми, друзьями, комментируйте, ставьте лайки и не забывайте подписываться. Всем пока!